В Магнитогорске определяют ученика года 2024. Для участия в муниципальном этапе всероссийского конкурса школьникам необходимо было предоставить портфолио, отражающее их учебные и другие достижения. В этом году за звание лучшего из лучших будут бороться 14 конкурсантов из 12 школ города. Основная цель мероприятия – выявить и поддержать учащихся старших классов, которые достигли значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой и общественной деятельности. Ученик года ежегодно собирает на одной площадке лучших школьников города. Это конкурс, конечно же, на выявление лидеров, причем лидеров таких мощных, которые действительно могут повести за собой, с правильными самооценками, с такими взглядами, с патриотическим воспитанием и настроением. Конечно же, это личности. В первую очередь это конкурс на личность ребенка, то есть как он себя может проявить в нестандартных ситуациях, как он может находить выходы, как он может учиться и обучаться, грубо говоря, здесь на месте. Площадкой для проведения муниципального этапа всероссийского конкурса вновь выбран правобережный центр дополнительного образования детей, которому уже на протяжении нескольких лет удается делать это на высоком уровне. Каждый год вносят изменения разные конкурсы. Раньше был конкурс Леббуков, в этом году социальное проектирование, инфографика. Конкурсы, с одной стороны, очень интересные, но с другой стороны, требуют большой подготовки. Ну, потому что разные формы, это и создать инфографику, и быть актером, выступать на сцене ораторское искусство, и умение представить себя, рассказать о себе, рассказать о своем крае, преподнести это ярко, красиво, чтобы тебя члены жюри запомнили и выделили из общего числа конкурсантов. В конкурсе примут участие сразу трое учащихся 56-й школы. В прошлом году ученица именно этого учебного учреждения получила право представлять Магнитогорск на региональном этапе. Поэтому все трое также настроены только на победу. Говорят, у них есть хороший пример перед глазами, и они хотят раскрыться здесь на все 100%. Я вообще пришла на конкурс ради того, чтобы протестировать себя и показать все свои знания и умения. Занимаюсь волонтерством, написанием проектов и также участвую в театральных постановках. Очень люблю рассказывать стихотворения и даже участвовала в международном конкурсе стецов. Мне кажется, что ученик Года – это человек, который является добрым и ответственным. Главное, чтобы он был честным с людьми. Поэтому я и пришла показать, что я честная и искренняя, такая, какая есть. И, тем не менее, это не мешает мне стать лучшей. С первого класса я учусь только на одни пятерки. Не буду врать, мне просто, наверное, легко дается учеба, и я как-то быстро учу весь материал, и так и получается, что у меня одни пятерки. Ну, хоть и конкурс развивается ученик Года, но я не считаю, что им как раз-таки должен стать только тот, кто является отличником учебы. И я хотел бы, чтобы каждый конкурсант показал все свои самые лучшие качества. Я желаю всем удачи. Первый этап конкурса состоит из трех частей. Его участники должны представить творческую самопрезентацию, подготовить и презентовать видеоиллюстрацию истории своего успеха, а также принять участие в испытании «Проектный офис», где за 30 минут трем командам необходимо будет разработать свои социальные проекты. В этом году они будут нацелены на улучшение общественных территорий города, создание туристической привлекательности Магнитогорска и выведение школ на высокий уровень в топе. Десять победителей этого этапа конкурса примут участие в финальных испытаниях. Они пройдут 11-12 марта и определят, кто из ребят будет представлять наш город на региональном этапе всероссийского конкурса. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.